Здравствуйте! Здравствуйте! Это выявление и раскрытие преступлений, административных правонарушений, пресечения. Это розыск лиц, это дознание по уголовным делам. Это так вот из основного. То есть новшеств никаких нет? Новшеств никаких нет. Главная задача – это обеспечение безопасности граждан в нашем городе. С какими преступлениями все-таки приходится сталкиваться чаще? На сегодняшний день, ну и в принципе уже несколько лет у нас, так скажем, в приоритете преступления, которые преобладают, это дистанционные мошенничества, которые каждый день порядка 10, а то бывает и до 15 фактов только в нашем регионе, где граждане попадают на уловки мошенничества и переводят им деньги. Насколько мне известно, такие преступления достаточно сложно раскрыть. Почему? В большинстве случаев, практически в 90%, может быть даже и больше, все эти колл-центры, так называемые, которые обзванивают наших граждан и выманивают деньги у них, они располагаются за пределами Российской Федерации, в других регионах, совсем, так скажем, на сегодняшний день недружественных нам странах, и это затрудняет поимку преступников. Есть моменты, когда для обналичивания денег они привлекают, к сожалению, привлекают наших граждан Российской Федерации, которые оказывают им содействие и обналичивают деньги, которые на счета переводятся. Но вместе с тем, вот этот, как раз, процент сотрудники полиции устанавливают и привлекают к ответственности. — За последний год были ли какие-то самые яркие преступления, которые вам запомнились? Можете привести пример? — Ну, из последнего, то, что вот такое яркое, это два гражданина нашего города, 80-го и 78-го года рождения, уроженцы города Омска. Я так понимаю, насмотревшись голливудских фильмов, решили подорвать банкомат и завладеть денежностью сами, которые там находятся. На тот момент, по почетам, банка там находилась порядка 4 миллионов рублей. Граждане взломали дверь магазина, где находился банкомат, попытались заложить взрывное устройство, несколько раз пытались, у них не получилось. Но вместе с тем сигнализация сработала, сотрудники отреагировали, поступило сообщение. Граждане до приезда скрылись, ну и вместе с тем, по горячим следам, сотрудники полиции приняли все меры, задержали автомобиль, который также двигался с поддельными костными рами. Задержали автомобиль, после задержания, в ходе досмотра, было обнаружено взрывное вещество, порядка 70 грамм, в тротиловом эквиваленте, так скажем, взрыватель, провода. Ну и граждане, так скажем, дали признательные показания в конечном итоге. Вот так вот у них, так скажем, не получилось это все реализовать. На сегодняшний день граждане, взятые, так скажем, под арест, находятся под стражей. Ежедневно сталкиваемся с другими фактами, когда это убийство, несмотря на то, что у нас по статистике снижение убийств, но вместе с тем, из последнего, то, что вот такое, прямо, считаю, что резонансное такое, это когда, так скажем, сожитель 35-летнего возраста, гражданин города Омска, убил свою сожительницу в 18 лет, которая была беременна. Произошло это все на фоне конфликта, который возник из-за того, что колонка музыкальная перестала работать. Ее вопросы к нему вызвали в нем агрессию, после чего он применил к ней физическое насилие, так скажем, нанес несколько ударов, после которых в результате полученных телесных повреждений женщина скончалась, будучи беременной. Вот это из такого. Каждый день много всяких ситуаций, преступлений, правонарушений и так далее. Но вместе с тем, ситуация в городе у нас находится под контролем. Если смотреть на динамику преступлений, их становится больше или меньше по сравнению с прошлыми годами, например? Ну, если проводить анализ у нас по прошлым годам, в течение практически пяти лет у нас шло снижение преступлений на территории областного центра города Омска, так скажем. Если в 18-19 годах это было порядка 16 тысяч в год преступлений, то в 22-м году их было чуть больше 11 тысяч, в этом году остается на том же уровне прошлого года. То есть ни вверх, ни вниз. То есть мы снизили преступность, но вместе с тем она на сегодняшний день остается на таком же уровне. Если говорить о раскрываемости, то федеральная статистика показывает, что она увеличивается. Что у нас происходит в Омске? Как правило, раскрываемость у нас отдельных видов преступления 100%. Это убийства, разбой с проникновением, это угон автомототранспорта. Есть ряд других преступлений, которые 100% раскрываемость. Есть в некоторых преступлениях подозреваемые, но работа проводится по, так скажем, сбору доказательств по их причастности к преступлениям. То есть это каждодневная работа сотрудников полиции. Насколько сегодня укомплектована Ваша служба? Есть ли дефицит кадровый? На сегодняшний день у нас имеется небольшой некомплект. Не хватает сотрудников как участковой службы, которая непосредственно работает с гражданами. Не хватает у нас сотрудников патрульно-постовой службы, сотрудников уголовного розыска, следствия. То есть вакансии имеются, мы готовы принимать и рассматривать кандидатур. Могут обращаться граждане по приему на службу по телефону 79-26-06, это телефон отдела кадров. Либо можно через дежурную часть уточнить номер того или иного подразделения 79-22-00, где объяснят порядок приема на службу более подробно и готовы рассматривать кандидатов. В последнее время Ваши соцсети, Омская полиция, достаточно активно публикует различные посты, Вы рассказываете о своей работе. Скажите, пожалуйста, насколько активно Вы это делаете и для чего? Действительно, имеются у нас в соцсетях сайты, имеются странички. Это было сделано и принято решение руководством УТР по Омской области еще в 2013 году для того, чтобы быть ближе к гражданам, показывать гражданам работу полиции, показывать все положительные моменты и отрицательные моменты, принимать какие-либо обращения, реагировать на ту информацию, которую они нам сбрасывают посредством интернет-ресурсов или размещают на нашей страничке в интернете. Для того, чтобы ближе быть к гражданам, показывать работу полиции, потому что работа полиции у нас остается открытой для граждан. Поэтому так. Заметили какой-то отклик от подписчиков? Может быть, чаще стали обращаться к Вам люди через соцсети, присылать какие-то видео, ДТП и прочее? Граждане присылают обращения, мы показываем работу полиции, отвечаем на комментарии обращения, принимаем видеоматериалы и так далее. То есть в полном объеме идет прямой, так сказать, от первого лица контакт с гражданами нашего города. Насколько мне известно, у Вас помимо основной деятельности есть общественный совет при ОМВД. Что это за структура такая, чем она занимается? Действительно, у нас в 2011 году по ведомственным приказам в соответствии с Федеральным законом о полиции номер 3 был создан общественный совет, приводились и по городу Омску. На сегодняшний день уже избран, так скажем, пятый общественный совет. Численность его составляет 17 человек на сегодняшний день. В него входят все активные граждане нашего города, общественные деятели, представители СМИ, иные благотворительные организации. То есть все те люди, которые неравнодушны к тому, что происходит у нас, так скажем, в областном центре, в нашем регионе, готовы оказывать помощь как гражданам для общения с полицией, так и полиции для проведения профилактических каких-то мероприятий, доведения информации до людей и до граждан нашего города. Ну, как-то так. А можно уже говорить сегодня о том, что сотрудники Омской полиции – это большая профессиональная семья, где есть свои традиции, обычаи, возможно? Ну, конечно, можно. Каждый, кто приходит в полицию, действительно попадает в ту дружную, большую семью, где проводит он в большей степени своего времени с коллегами по работе. Все день рождения, все события, которые проходят у нас в отделах, в подразделениях, в управлениях – все это дружно решается, принимается дружное решение. И все, как одна семья, делают одно дело – все на благо жителей нашего города. А есть ли у полицейских, возможно, какие-то приметы? Ну, как таковых примет для работы нет. Приметы у нас только на ориентировках, которые размещаются по поиску преступников. Других примет у сотрудников нет. Спасибо большое за ваши ответы. Желаем успехов в вашей профессиональной деятельности. А я напомню, это было интервью с заместителем начальника полиции МВД России по Омску Радиком Валиахметовым. Я Ксения Туичкина. Увидимся в эфире телеканала Омск ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова